Село строится, а помогают в этом деньги государства. В Чувашии успешно работает федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий». Благодаря ей молодые семьи, которые живут и трудятся на селе, могут обзавестись жильем. На реализацию программы в этом году направлено более миллиарда рублей. Наша съемочная группа встретилась с теми, кто уже сумел воспользоваться мерами господдержки. Большой, красивый и уютный. О таком доме Давыдовы могли только мечтать. Теперь они в нем живут и воспитывают четырех детей. Глава семьи Сергей Давыдов работает машинистом на строительном предприятии, а супруга Оксана – поваром. Еще недавно они ютились в однокомнатной квартире на территории поселения, а теперь имеют свой собственный дом с площадью почти в 100 квадратных метров. Поддержку получили три года назад. До этого жили в однокомнатной квартире. То есть у нас трое детей было, и на нас двое. Ну, пять человек в однокомнатной квартире жили. Как раз попали под эту программу, получилось удачно. Но так как мы многодетные, нас по очереди еще вперед подвинули. Субсидия составила больше миллиона рублей. Ремонт, как и водится, лег на плечи главы семьи. Все сделано, признается Сергей, своими руками. Теперь имеются все условия для комфортного проживания. По плану у нас еще осталось гараж достроить. На следующий год осилим, надеюсь, осилим, достроим гараж. Ну, потом уже потихоньку сопутствующий тротуар будет. Такой же вот, как вот здесь, наподобие. Ну, и на улице у нас еще забор остался. Работы немало. Но самое главное, большой новый дом, где места хватит всем, уже есть. А в районе надеются, что программа устойчивое развитие сельских территорий будет продолжена. По этой программе в прошлом году по устойчивому развитию сельских территорий у нас получили субсидии 10 семей, в том числе 8 молодых, 2 граждан, получается, ну, кому за 35 лет там порядка постановки на учет. И в этом году также 10 семей получили. А это дом Ольги и Федора Журавлевых в деревне Тойшево. Молодая семья о переезде в город даже не думают. У них есть не только комфортное жилье, но и широкий двор и приусадебные хозяйства. Да, в стройке мы жили у родителей. 10 лет жили мы с ними. Очень, конечно. Вот до сих пор, наверное, не зазнаем, что это наш дом, что это мы построили, но очень рады, конечно. Больше всех родному дому, наверное, младший сын Женя, ведь у него теперь есть своя комната. Мне здесь нравится. Я здесь делаю уроки, а там у меня кровать. Одно из основных условий господдержки – эффективная работа сельхозпредприятий, где трудятся нуждающиеся, уверена глава администрации Тараевского сельского поселения Ольга Брыкина. Конечно, ощущаем действие этих программ. Благодаря этому, думаем мы, что у нас работает хорошо производственный кооператив Суворова. Вот благодаря им. Таким образом, можно сказать о том, что благодаря реализации федеральных целевых программ, уровень обеспечения жильем молодых семей в Чувашии растет. В поисках лучшей доли и условий им не приходится выезжать из ратных мест, что, несомненно, положительно сказывается на демографической ситуации района. Рифат Фадкулин, Сергей Адушкин, Республика.